итак всем привет ребята сегодня вот решил снять такое видео по поводу новых европейских эсминцев фрис ланд у меня есть но я вот думаю насобирал 2 миллиона свободки и все-таки решил взять чисто для снятия видео взять все-таки смоланд целесообразно тратить 2 миллиона свободки на такой эсминец думаю что нет но мне как для снятия видео для моего канала целесообразно но для обычного игрока но лучше все-таки купить фрис ланд и допустим там какую-нибудь аляску или еще что-нибудь потому что 2 миллиона это слишком дорого хоть и для десятки сейчас я оборудую эсминец и пойдем в бой отличие этого эсминца от прокачиваем от холланда в том что он немножечко скорострельнее артиллерия у него выпускает там по моему стоки 35 выстрелов в минуту у холланда там по моему 30 но холода торпеды идут дальше да кстати там у холода идут на 15 и со скоростью 86 узлов а тут идут на 12 со скоростью 76 узлов на 10 узлов меньше и на три километра тоже меньше поэтому тут усиленная немножко все таки артиллерия на такие на артиллерии возьмем по моему рули я брал или да 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 рули надо брать рули маскировка это стандартно и здесь я взял бы на артиллерию хотя конечно есть еще вариант взять на пву что кстати тоже пмк пву ну да вот но я все-таки беру на артиллерию поскольку это все-таки 1 из 7 секунд и так берем полторы секунды ну то есть этого становится им бой и здесь же конечно же можно взять на форсаж модернизацию поскольку форсаж здесь короткий здесь он время работы снаряжения вот 60 секунд но блин даже вот честно говоря не знаю форсажный 50 процентов принципе это будет две минуты он будет работать то есть ну навсегда наверно возьму на форсаж почему бы и нет но можно и на рлс конечно было воткнуть но там по моему добавится что-то там две секунды или четыре секунды короче новым фигня в общем лучше все ты наверное взять на форсаж более продуктивно будет и так по флажкам ну соответственно возьмем на фарм свободки поскольку ну потрачено было немало капитана кредиты тоже наверное возьмем и самое главное там боевые флажки на поджоге наверное взять все-таки тем нужно вот этот взять и на болин тогда чуть надо бы пф серым майк взять ну ладно давай возьмем так вот как-то так вот будет да примерно так флаг ранговый все и капитана соответственно возьмем с фрисланда этот этот корабль премиум и поэтому пересаживаем без штрафа по поводу перков ну капитан конечно с фрисланда будет отличаться но все-таки можно было бы взять место взрывотехника взять на мастера наводчика мастера торпедного вооружения чтобы торпеды перезаряжались быстрее но они и так 100 секунд перезаряжается так что это довольно таки быстро вот такой билд перков у меня будет и на смоланде и на холланде но я вернее на холланде наверное все таки я возьму мастера торпедного вооружения но в принципе корабли практически одинаково поэтому перки примерно так ну можно просто отказаться взрыва техника и взять мастера торпедного вооружения вот это единственное отличие и так все мы на этом закончили идем в бой итак начнем наш тест-драйв кстати на счет скорострельности я когда пересадил капитана там стояла базовая дневая подготовка и с полторы секунды перезарядка главного калибра стала 1 и 3 секунды вдруг кому интересно то есть максимальная такая дпм узнать с 1 и 7 секунды мы сделали модернизации до полторы секунды а с перком то есть до 1 и 3 еще 0 4 секунды в общем убрали с перезарядки стали его более скорострельным сделали так и так вот хороший бой у нас должен быть есть алик что хорошо нужно продемонстрировать пву данного эсминца есть кстати рлс к что не очень хорошо и смоленска это вообще очень плохо но главное что есть два арт эсминца с которыми мне интересно будет сойтись на дуэли посмотреть кто кто на что способен так первонаперво выдавать свое присутствие здесь я не буду ну блин кто зачем зачем пугать мои жертвы так сконцентрировать огонь по указанной цели сон семь с половиной тысяч это вообще шикарно просто а вот она смоленск милки палки запрашиваю огневую поддержку кстати насчет у нас есть захватываем точку грозовой союзников у москва да кстати тем кто купит его сейчас смолонтон может выполнить задачу там сделал 30 поджогов и 60 поджогов и 30 торпед воткнуть и там получается с боевые задачи будут выполняться на камуфляж камуфляж на для смоланда и для холланда там три короны называть по моему вот монтаны но в принципе спамить торпедами можно будет если со смоленскому конечно о чем-либо разговаривать не стоит несмотря на нашу крутую артиллерию ну ох тут аминатовры еще еще круче и е-мое так не нравится двигатель форсированный режим с малинском не отвлекайся не отвлекайся от своих целей помочь бы грозовому сейчас вижу линкор противника в общем это очень хороший сменец такой для поддержки взять и кого-то в отряде тоже потом шимки гиринга это или даже вот этого же грозового и у него есть дым у вас есть шикарный повод шикарный рлс хилка ударный отряд из изменится будет блин смоленск на бинда кстати там он до грозовой на союзники передаю координаты важной цели блин активируют по вон ешь будем свою позицию а он уже текает зараза чтобы он сюда и шел кстати там полчаса мы под фокус минотавра можем попасть если пойдем так нужно огневая поддержка ну да 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 союзники у нас проблема поддержите двигатель в штатном режиме учебными торпедами по ямата кто-то ему там а это шарики понятно блин грозовой ну чё ты текаешь не я только сюда пришел ты начинаешь убегать ну что это за но и беда беда торпеды кстати кажется не пойдут ямато из-за нашего авика блин под саппорте называется наш авик молодец я принципе шмалу его по поджигать с артиллерии но лучше бы как это делать месяц грозовым и из дымов кима то ты будешь стрелять в кого-нибудь стреля в кого-нибудь кстати тут наверняка будет сейчас работать авик все таки есть ямато вкусняшка для алика я думаю испытаем саду наших пву так там ну да там дистанция уже большой близкая что с ним шум прислался там или чуть чуть-чуть внимание одно что там не видеть противник яйца давай чё там у тебя ямато давай ты тиранулся бортом слышишь грозовой а ну ставь дым ставь дым грозовой будет другом поставь дым да конечно фрис он будет покомфортнее чем смолонт но это чё с ним такое по моему ямато вообще что-то не хочет ничего делать ладно хрен с ним переключиться на у нас были на свечку а торпеда шла кстати там грозовой наберли же грейсер противник прийти с ним поговорить так грозовой блин ну погоня за веком но это ничему хорошему не приведет все-таки а ну да мне же надо все-таки сбивать двигатель форсированном режиме а вот и он так 45 узлов и ну-ка не хабаровск конечно но слушай флажком хорошо идет так смоленского забрали отлично который там на точке c сильно меня напугал а вот-вот-вот летит алик пробуем сделать ему сюрприз хотят а первый будет грозовой да вот это вообще шикарно просто не уходи ну чё ты алик ракеты свои давай давай и покажи на что способны твои ракеты опа-вот-вот хорошо пошло сказать и на бросался восьми царю положенные два эсминца на и все равно ави ким будет против них так и и шина и матом понятно это донялки не 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 заходи справа справа надо заходить туда куда ты грозовой не зря ты так он же уйдет вправо туда зараза форсаж блин как для него же заканчившими а еще боялись тогда гори гори алик да ладно зараза я так и знал этот ублюдок читерский блин ямато где-то вот когда ты нужен а да иди ты нахер заболбали блин как не итальянцы так какие-то японцы бомберами давай бомберами там там чон там спит двигатель выведен из строя я его не пробивает смысле как-то двигатель в форсированном режиме двигатель в форсированном режиме не 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 алик так не придется вражеский авианосец потоплен не 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 поле мух горы до жирны и страю набираем воду неполадки устроены конечно перри стычку с грозовым до опасно лезть но главное что алика забрали наша ведь должен помочь там минотавр монтана москва отлично отлично так мы все равно все таки всем поджогом и сделали из сколько там над 60 по моему их тоже хорошо 3 торпеда ну в принципе тоже неплохо 30 сбитых самолетов и это с учетом без заградки а если было бы заградка блин встреча с грозовым двигатель штатном режиме ямато слишком блин далеко я слишком накоцанный защищать точку bx тихо кирилл зря там зря вот это он туда пойдет в этом году мы должны тебя перестрелять ой отлично отлично просто сменится уничтожить москва минотавр боли вот эти вот ребята вот уже очень опасные для меня хотя в принципе мы побеждаем можно просто не сливаться как я так умудрился торпеда были наталья к поймать на этаж вообще цирк поставил же рули хорошо хоть елка есть ну в принципе мы тут уже можно сказать победили кошмар тем кому было интересно данное видео по данному эсминцу оставьте свои комментарии или поставьте просто лайк подписывайтесь на мой канал напишите в комментариях ли вам какой-нибудь еще обзор на какой-нибудь другой корабль но типа того же фрисланда или еще чего-нибудь в общем спасибо всем за просмотре подписывайтесь на мой канал всем удачи всем пока не болейте а